Здравствуйте, меня зовут Самой Ленка Наталья, охотники за растениями. Ну вот, рассказывая о наших, об отечественных ботаниках, наверное, язык не поворачивается назвать их охотниками за растениями. Поэтому рубрика будет называться «Сыны Отечества». Начать я хотела, наверное, с двух хорошо известных всем продуктов. Это картофель, который моя бабушка всегда называла вторым хлебом, и томат, который некоторые называют яблоком любви. Сейчас это совершенно обыденная повседневная пища, но так было не всегда. Томаты знали в России еще с екатерининских времен. Их выращивали на подоконниках, как редкое растение, или на клумбах, как однолетние цветы, но в пищу их не употребляли. Считалось, что сочный красный плод и давит. С картофелем вообще все было непросто. Очень долго крестьяне отказывались выращивать подозрительные корнеплоды. Более того, то в одной, то в другой губернии вспыхивали картофельные бунты, на подавление которых привлекались регулярные войска. Вообще, историю о том, как картофель стал вторым хлебом, не только в России, но и в Европе, заслуживает отдельного сюжета. Это же касается и помидоров. Обещаю, что мы не обойдем эту историю своим вниманием. А сегодня я хотела поговорить о человеке, благодаря которому эти продукты вошли в наш повседневный рацион. О человеке, жизнь которого примечательна не только тем, что он пережил двух императоров, несколько войн, видел и описал казнь Пугачева, но и многим другим. К примеру, стал первым врачом-физиотерапевтом. Придумал кодовый замок. Он же организовал первый в мире детский театр. Я хочу рассказать вам об Андрее Тимофеевиче Болотове, ученом, агрономе, лесоводе и первом русском ландшафтном дизайнере. Андрей Тимофеевич прожил долгую, насыщенную и счастливую жизнь. По-настоящему счастливую. Его любили все. У него не было врагов и завистников. Он не участвовал в заговорах и бунтах. Никогда никому не завидовал. Жил в гармонии с собой, природой и людьми. Вообще, читая работы и биографию Болотова, я все время вспоминала легенду о 36 праведниках. Помните, по-моему, у иудеев было. Пока на земле живет хотя бы 36 скрытых праведников, мир будет существовать. Вот примерно такое впечатление оставляет Болотов. Я не знаю, с кем можно сравнить Андрея Тимофеевича по работоспособности, сделанным открытием и оставленному после себя наследию. Наверное, только с Ломоносовым. Да, именно с Ломоносовым. Он оставил после себя наследие из 350 томов. Вы можете себе такое представить? Большая часть по агрономии, лесоводству. Но кроме этого были воспоминания, пьесы, стихи и многое другое. Болотова можно считать основоположником помологии в России. Это наука, которая описывает и изучает сорта плодовых растений. В первую очередь, яблок. Он подробнейше описал более 600 сортов яблонь, некоторые из которых вывел сам. Результатом его помологической деятельности стал восьмитонный труд. Изображение и описание различных пород яблок и груш, родящихся в дворяниновских, а отчасти и в других садах. Рисованы и описаны Андреем Болотовым в дворянинове с 1797 по 1801 год. К сожалению, сорта, описанные Болотовым, не сохранились до наших дней. В начале рассказа мы упоминали о картофельных бунтах и сказали, что Болотов был тем человеком, который в корне поменял отношение к этой культуре. Это действительно так. Хотя заслуга появления картофеля в России приписывается Петру Первому. Петр действительно привез эти корнеплоды в Россию. Но вот внедрить их в культуру было непросто. Только с 1755 по 1766 год в Сенате было 23 заседания по поводу внедрения этой культуры. Если в правительстве не было единодушия по этому вопросу, то что говорить о крестьянстве? Природа размножения картофеля крестьянам была не ясна. С привычной репой и редькой все было понятно. Одно семечко, один плод. А тут чертовщина какая-то размножается под землей, да еще в темноте. Но главная причина, конечно, была в другом. Указ о выращивании издали, а что, как и зачем делать, не сказали. Естественно, что крестьяне не знали, что урожай нужно хранить в темноте, что на святу кожура зеленеет и становится ядовитой. Не знали все агротехники. А самое главное, не понимали, почему должны были отдавать землю, на которой до этого традиционно выращивали злаковые под непонятные продукты. И Болотов был один из первых, кто описал агротехнику выращивания картофеля. Более того, именно ему принадлежит идея разрезать клубень на несколько частей. До этого высаживали мелкие клубни, величиной с грецкий орех. Так делали в Германии и в остальной Европе. А Болотов путем нехитрых экспериментов пришел к выводу, что мелкий корнеплод более слабый, а значит и урожай будет невелик. Плюс экономия на посадочном материале. Разрезая корнеплод, вы получаете в итоге больше растений. Вот что сам пишет Андрей Тимофеевич. Сему примеру следовал и я несколько лет, сажая сей картофель. Однако ныне подозреваю, что сей мелкий не так хорош, как большие резаные. И менее свое основуя на следующем обстоятельстве. Я выше упомянул, что сие яблоки зарождаются не все в одно время, но одно после другого. И первые вырастают крупными, а последними остаются малы. Следовательно, сии натурально не так хорошо возревают, как первые. А как всякое семя, чем совершеннее и зрелее само собою, тем лучше плод приносит. То же и о картофеле. То же заключить можно. Почему и почитаю, что больше и зрелый картофель на семена оставлять, и потом резать гораздо лучше, нежели мелкий и не совсем зрелый. Оттого родиться он гораздо крупнее, как о том меня, и некоторые примечания удовлетворяют. Согласитесь, актуально до сих пор. Также Болотов пришел к выводу, что ни один крестьянин добровольно не отдаст землю под картофель вместо злаковых. Хлеб важнее. Поэтому он предложил вначале занимать площади под репу, редьку и другие важные, но все-таки второстепенные культуры. Крестьянин должен сам был понять, что это выгодно. Но и самое сложное, это было заставить людей распробовать сей продукт. Многие уже столкнулись, что цветы и плоды у этого растения крайне не полезны. А некоторые отведали картофель зеленой кожурой. И тогда Болотов решил прибегнуть к хитрости. К хранилищу с картофелем он приставлял охрану. Причем охрана стояла только днем, а ночью ее снимали. Догадались, к чему это привело? Правильно, запретный плод всегда сладок. Ночью крестьяне пробирались в хранилище и воровались ей ценный продукт. Вот так в Дворянинове крестьяне, сами того не замечая, добровольно стали выращивать картошку. То есть Болотов сделал то, что с самого начала должны были сделать власти. Объяснить, как, зачем и почему. И тогда сопротивления крестьян было бы меньше. И возможно, можно было бы избежать картофельных бунтов. С томатами еще более интересная история. В России долгое время томаты считались ядовитыми. Хотя в Европе их уже давно употребляли в пищу. Говорят, что когда Екатерине Второй показали кустик томатов, она восхитилась им. Но после этого долго мыла руки. Все-таки растение ядовитое. Кто-то скажет, что вы хотите. Варварская страна. Страна медведей и балалай. Не соглашусь. Вспомните одно из покушений на Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов. Его ведь тоже пытались отравить помидорами. Но вернемся к нашему герою. Легенда гласит, что маленький сын Болотова не удержался и попробовал спелый плод. И ничего не случилось. Тогда Болотов сам решил попробовать любовные яблочки. И ты уже остался жив. Более того, нашел помидоры приятными на вкус. Им был написан целый трактат, посвященный томатам как полезным и совсем не ядовитым растениям. Идея семиполия, которая актуальна до сих пор, также принадлежит Болотову. Вообще об Андрея Тимофеевича можно говорить бесконечно. Информации хватило бы на целый мини-сериал. Но меня больше всего поражает работоспособность и в то же время скромность этого человека. Когда накопленных знаний оказалось много и статьи, публикуемые в Вольном экономическом обществе, больше не удовлетворяли ученого, Болотов задумал выпускать еженедельник, посвященный сельскому хозяйству. Сначала он назывался «сельский житель». А когда за издательство взялся Новиков, то его переименовали в экономический магазин. Издание представляло собой два печатных листа. На минуточку – это 50 рукописных листов. Вы только представьте себе работоспособность и силу воли этого человека. А ведь Болотов занимался не только этим изданием. Но на протяжении 10 лет он каждую неделю писал материалы для экономического магазина. И, возможно, писал бы и дальше, если бы Новикова не лишили права заниматься издательской деятельностью. Причем надо отметить, что тираж был немаленьким. В каком-то смысле можно сказать, что Россия вела хозяйство по Болотову. Зачем, спросите вы? Слава? Деньги? Вряд ли. Автор статьи не указывался. Болотов вел еженедельник анонимно. Знал издатель. И очень маленький круг друзей. Ну и если вы еще не потеряли нить поевствования, то помните, я вначале назвала Болотова первым ландшафтным архитектором. Это действительно так. Болотов был первым русским, кому поручили разбить сад. И он блестяще справился с этой задачей. И ему принадлежит появление на свет русского сада. Именно с Болотова началось русское парковое строительство. Нет. Конечно, до этого разбивались сады и парки, и скверы. Но их проектировали или иностранцы, или брался за основу английский или французский стиль. Болотов же настаивал, что как бы не были хороши французские, английские или итальянские сады, русский сад может быть не хуже. Болотов считал, что регулярные французские сады не соответствуют нашему менталитету. И не всегда уместны. А классические пейзажные английские сложны в создании и дальнейшем уходе. Во всяком случае, для средней полосы России. И Болотов создает русский стиль или русский парк. Он пейзажный и подразумевает рукотворный парковый комплекс, созданный на основе принципов естественности, используя местные растения и учитывая особенность данного ландшафта. Вот что сам он об этом пишет. Всего бы благоразумнее было бы нам, коликам можно осторожными и не спешить никак перенимать манеры у других. А паче испытать производить сады собственного вкуса и такие, которые бы коликам можно сообразнее были главнейшими чертами нашего нравственного характера. Я не сомневаюсь, что таковые сады могли бы для нас быть и прочнее, и приятнее всех прочих. Потому что они, будучи согласны с нашими склонностями, могли бы доставлять нам многочисленнейшее удовольствие и увеселение. Что касается до такового особого и одним нам свойственного в садах вкуса и манера, то к изобретению оного кажется, но таковы уже не способны, как были наши предки. Благодарить Бога мы находимся ныне в таком состоянии, что во многих вещах не только не уступаем немало народам иностранным, но с некоторым вонных вещах можем и спорить о преимуществе. Перенимание всего у других ныне нам не только не таково уже нужно, как нужно было прежде, но в иных случаях становится уже и постыдно. Известно то дело, что вся Европа смотрит уже ныне на нас иными глазами, нежели прежде. И к Отечеству нашему уже не столь малое уважение имеет, как в старину. А при таковых обстоятельствах не было бы немало постыдно для нас того, как бы были у нас не английские, не французские, а наши собственные, изобретенные самими нами, и когда б называть мы их стали российскими. Согласитесь, что несмотря на то, что эти строчки были написаны 300 лет назад, своей актуальности они не потеряли и по сей день. И усадьба в Богородицке стала первым таким русским садом. Мы постараемся летом доехать до Богородицка и Дворянинова и снять отдельный сюжет, посвященный русскому саду. А к теме русского сада будем возвращаться снова и снова. Болотов прожил долгую жизнь, всего три дня не хватило, чтобы вместе со всей семьей отметить свой 95-й день рождения. И до последнего дня продолжал работать, оставив после себя большое наследие. Тем обиднее, что потомки на долгое время забыли своего соотечественника. На этом все. До скорых встреч. Оставайтесь с нами. Пишите имена ботаников, о которых вы хотели бы услышать. Всего хорошего.